добрый вечер дорогие друзья у нас сегодня интереснейшие виски вы меня долго просили о том чтобы я эдродур произвел дегустацию сегодня мы произведем не просто эдродур а эдродур боличин это виски который дымный я к сожалению честно вам скажу я узнал про то что он дымный после того как его купил я просто впервые увидел на кипре такой вот болечен эрдродур 10 лет и решил купить а потом уже когда купил подписчик мне написал что он дымный я действительно взлез в интернет и прочитал это действительно дымный виски что я про него знаю что первое это натуральный цвет не фильтрован сразу же написано на упаковке также сзади такого-то интересно такая ну на самом деле вот смотрите она довольно таки красивая упаковка и сзади написано что виски выдерживался в бочках ex bourbon и ex ola rosa то херес давайте мы с вами попробуем давайте продегустируем 46 градусов стоит порядка 50 евро я вот с удовольствием потом если он мне понравится сравню стали с керамосердж который мне не очень понравился смотрим кто больше понравится друзья ну что приступим бокал у меня сегодня компас бокс монстрик так что касается цвета смотрите я бы назвал бы каштановым ореховым вот таким вот цветом кстати пробка выглядит вот соснового цвета сверху теперь что касается аромата ну вот честно мне аромат напоминает так black bottle 10 лет limited edition то есть вот какие-то портянки в аромате аромат дыма алкоголь сладость ну честно говоря мне портянки в аромате в первую за недавнее время это был black bottle и теперь опа эдра дур от которого я не ожидал такой такой подлости скажу вам честно потому что все таки black bottle хоть и лимитированная версия хоть и 10 лет он стоил порядка 30 евро здесь все таки если я не ошибаюсь 55 евро я заплатил то есть конкретно как бы дороже и получается и поэтому ну такой не ожидал я такого скажем не портянки к сожалению никуда не деваются друзья такой вот ну может быть это был замах на эксклюзивный дым от летчика который вот он такой вот он грязный торф но здесь к сожалению не грязный торф а здесь к сожалению такой я назвал ладно первый глуток вы знаете виски на самом деле похож на killhoman sonic есть тоже вот такое явное присутствие хереса которого больше чем бурбона есть какие-то пересечения в нотках между ними действительно есть виски менее маслянистый чем насколько я помню опять же у меня уже санига нету и я сказал что это провальная айла ну понимаете для меня айла это дым здесь все таки от эдрадура я особо дыма не ждал но конечно я и не ждал портянок в аромате так давайте поехать что сказать говорит ли виски или нет значит самое интересное что в десятой секунде появляется что-то наподобие минерализации на языке то есть виски спокойный среднего баланса ощущается вот я очень много вот он у меня очень сильная ассоциация с killhoman санигом то есть ощущается во рту пока держишь бочки не разговаривают но может даже разговаривать можно так сказать что сначала он сладкий а потом нотки уходят с херес и ощущается преобладание хереса вот где-то 30 на 70 то есть херес не острый херес спокойный такой вот с чутком сухофруктов чутком дыма в принципе по вкусу вот сейчас давайте еще по послевкусию пройдемся глоток спокойный ровный к сожалению в глотке мне вот три раза глотаю и что-то наподобие дымной резины проскакивает вот вот есть такое ощущение такой паленой резины паленой каких-то это даже не машинная резина вот если на велосипеде быстро ехал резко затормозил ну вот такой вот какой-то привкус во рту получается после вкусе сейчас у меня чуть-чуть острого чуть-чуть специи ощущается херес такие вот нотки сухофруктов такие вот но нету той сладости которая я бы ну так более бы присущая хересу может быть ее дым забивает дым довольно таки слабый что касается вот ощущения дыма ну это такой вот ну я ну ладно канал мой в ушу контенты пишем конечно я вам скажу так но ощущение что вы на костру сушите мокрые носки вот такой вот аромат вызывает у меня эдрадур то есть конечно это меня лет на 25 отправляет куда-то в детство в молодость назовем это не в детство в молодость вот но вот такой вот какой-то аромат то есть мне аромат этот ну не хотелось бы почувствовать виски но я его почувствовал у меня такая ассоциация друзья как есть так правду вам и сказал что касается после вкусе после вкусе до сих пор есть но оно какое-то такое вот но я чего-то ожидал более интересного я вам так скажу я вот получил что-то да на самом деле вот перед тем как я открыл бутылку я очень правильно сказал мы это сравним с талискер сёрдж к сожалению что у меня талискер сёрдж не удивил что эдрадур дымный не удивил и мне будет интересно кто из них хуже сравнить потому что но ни один ни второй не стоят своих денег я бы выбрал к примеру баумор 12 лет за 30 евро купить чем купить адрадур или талискер сёрджи поэтому вот как-то будем сравнивать ближайшее время потому что талискер мы делали коктейли у нас его мало осталось и поэтому сравним ближайшее время мне ну честно ожидал чего-то большего и красивая упаковка темно-зеленая какие-то ребята нарисованы которые производят этот виски ну но не получилось друзья я с вами прощаюсь я желаю вам всего самого лучшего кто не подписался подписывайтесь пускай у вас будет все отлично и все хорошо если вам не жалко поставьте лайк но в действительности пройдите мимо этого виски лучше выберите айлу баумор ну упаковка красивая не более того еще раз до новых встреч в эфире